Здравствуйте, ребята! Урок русского языка. С вами Айбазова Кулизман Ойлайвна, учитель русского языка и литературы гимназии номер 17. Тема сегодняшнего урока – синтаксический разбор простого и сложного предложений. Ребята, давайте проверим сначала домашнюю работу. Вам надо было к заданным предложениям добавить однородные члены предложения. Ну-ка, проверим. На речке ребята плавали, ныряли, загорали. Однородные члены предложения – ныряли, плавали, загорали. В походе нам было весело и интересно. Однородные члены – весело и интересно. Белые, розовые, синие шары взлетали над праздничными колоннами. Однородные члены предложения – белые, розовые, синие. В журнале мы прочитали рассказы и стихотворения. Рассказы и стихотворения – это однородные члены предложения. А теперь проведем словарную работу. Мы должны подобрать проверочные слова, чтобы проверить безударную гласную в корне слова. Полоскать белье – полощет. Полоскать ребенка – ласка. Пользоваться биноклем – польза. Развивать усидчивость – развитие. Тяжелая корзина – тяжесть. Цветной телевизор – цвет. Школьные кабинеты – школа. Удаляться от берега – даль. Удивляться красоте леса – диво. Ребята, давайте вспомним. Какой раздел науки о языке изучает предложение? Раздел науки о языке – синтаксис. Какие предложения бывают по цели высказывания? По цели высказывания бывают повествовательные, побудительные и вопросительные предложения. Какие предложения вы знаете по интонации? По интонации бывают восклицательные и невосклицательные предложения. Как различить простое предложение от сложного? По наличию основ. По грамматическим основам. Если в предложении имеется одна грамматическая основа, то это предложение простое. А если в предложении имеется два и более основы, то это предложение сложное. А что такое основа предложения? Грамматическая основа – это главные члены предложения, подлежащие и сказуемые. Например, тичьи голоса звенели повсюду. Грамматическая основа – голоса звенели. Одна основа – это простое предложение. Какие предложения вы знаете по наличию второстепенных членов? По наличию второстепенных членов бывают распространенные и нераспространенные предложения. Чем могут быть осложнены предложения? Предложения могут быть осложнены обращениями или однородными членами предложениями предложениями. Например, на лугах распускаются ромашки, васильки, колокольчики. Это предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, осложненное, осложненное однородными подлежащими. Следующее предложение. Мама, разреши мне пойти на книжную выставку. Мама – это обращение. Значит, это предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, осложненное обращением. А теперь посмотрим схему синтаксического разбора предложения. Сначала характеризуем предложение по цели высказывания – повествовательное, побудительное или вопросительное. Затем характеризуем предложение по эмоциональной окраске – восклицательное или невосклицательное. Затем надо охарактеризовать предложение по наличию грамматических основ – простое или сложное. Затем, если предложение в зависимости от того, простое или сложное, смотрим, если простое предложение, то характеризуем предложение по наличию второстепенных членов предложения – распространенное или нераспространенное. Смотрим по наличию осложнений. Если есть осложнение, если осложнено или однородными членами предложения или обращением. Пишем – осложнено однородными членами предложения или обращением. Подчеркиваем все члены предложения, указываем части речи. А если предложение сложное, указываем, какая связь в предложении – союзная или бессоюзная. Разбираем каждую часть сложного предложения как простое. Подчеркиваем все члены предложения, указываем части речи. Например, в нашем классе учатся самые артистичные ученики и ученицы. Основа предложения – ученики и ученицы учатся. Это предложение – повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, осложненное однородными подлежащими. Когда разбираем простое предложение, ребята, надо указать вид по цели высказывания – повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное или нераспространенное. И если есть осложнение, то или указываем или обращением, или однородными членами предложения. Например, наступили каникулы. Это предложение повествовательное, невосклицательное, простое, нераспространенное. Нераспространенное, потому что нет второстепенных членов предложения. Следующее предложение – малыши, слепили снежную бабу. Это предложение повествовательное, невосклицательное, распространенное, простое предложение. Подчеркиваем члены предложения, сверху пишем части речи. Следующее предложение – ты пойдешь сегодня на тренировку? Подчеркиваем члены предложения и сверху пишем части речи. Основа предложения – ты пойдешь, ты, подлежащее, выраженное местоимением. Пойдешь, сказуемое, выраженное глаголом. Ты пойдешь куда? На тренировку. Это обстоятельство, выраженное именем существительным. Пойдешь на тренировку. Когда? Сегодня. Это обстоятельство, выраженное наречием. Это предложение вопросительное, невосклицательное, распространенное, простое предложение. Ребята, а теперь порядок разбора сложного предложения. Если предложение сложное, то мы указываем вид предложения по цели высказывания. Затем вид предложения по интонации. По наличию основ узнаем, это сложное или простое предложение. Отмечаем их грамматические основы, указываем средства связи простых предложений в составе сложного и ставим знаки припинания. Например, солнышко садится, потухает тень, медленно ложится на дорогу тень. Здесь три предложения. Три простых предложения в составе сложного. Три основы. Основа первого предложения. Солнышко садится. Второе предложение. Потухает тень. Третье предложение. Медленно ложится на дорогу тень. В этом предложении простые предложения связаны при помощи интонации и разделены запятыми. Это предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, бессоюзное. Третье предложение связаны разделительными знаками, запятыми. И в конце предложения имеется точка, знак завершения. Ребята, откройте учебники. Страница 107. На этой странице имеется стихотворение известного поэта Афанасия Афанасьевича Фета «Осень». Это четверостищие. Осыпал лес свои вершины. Сад обнажил свое чело. Вдохнул сентябрь. И георгины дыханием ночи обожгло. Обратите внимание, ребята, что здесь одна точка. И это одно предложение. Это одно предложение, но оно сложное. Состоит из четырех простых предложений. Первое предложение. Осыпал лес свои вершины. Второе предложение. Сад обнажил свое чело. Третье предложение. Вдохнул сентябрь. И георгины дыханием ночи обожгло. Ребята, эти предложения соединены между собой. Простые предложения в составе сложного. Соединены между собой и интонационно, и при помощи союзов. Простые предложения. Первое, второе, третье предложения разделены запятыми. А четвертое предложение с третьим предложением соединяется с союзом «и». Обратите внимание, перед союзом имеется запятая. В сложных предложениях перед союзом «и» ставится запятая. В конце предложения ставится точка, знак завершения. Ребята, сложное предложение состоит из двух или нескольких простых предложений. По способу соединения простых предложений, сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. А простые предложения в составе сложного на письме обычно разделяются запятой. Опустел сад, осыпались листья. Они разделены запятой. Опустел сад и осыпались листья. Это предложение соединяется с союзом «и». А теперь посмотрите. Упражнение 232. Надо прочитать это предложение и дополнить описание схемы. Это сложное предложение состоит из двух связанных друг с другом интонацией и союзом предложений. В первом предложении подлежащее утка, сказуемое играет. Во втором предложении подлежащее утята, сказуемое подпевают. В конце сложного предложения стоит знак завершения, точка. А друг с другом связаны с союзом «а». Эти предложения, простые, в составе сложного, соединяются с союзом «а». Ребята, посмотрите 238-е упражнение. Здесь предложения, два предложения, даны под одним номером. В одном из предложений союз «и» соединяет однородные члены предложения, а в другом соединяет простые предложения в составе сложного. Нам надо теперь выяснить, когда союз «и» соединяет однородные члены предложения, а когда простые предложения в составе сложного, и когда ставится запятая. Первое предложение. В небе появилась и засверкала первая вечерняя звездочка. Появилась и засверкала. Ребята, это однородные сказуемые, и между двумя однородными сказуемыми ставится союз И. Здесь запятая не нужна. Следующее предложение. В небе ярко сверкнула первая звездочка, и в окнах домов замелькали огоньки. Смотрим, ребята, до И есть основа, и после И, если есть основа, чтобы доказать, что это сложное предложение. Смотрим. Звездочка сверкнула, есть основа, и вторая основа. Огоньки замелькали. Значит, это предложение сложное, потому что имеется две основы. И перед союзом И ставится запятая, потому что это сложное предложение. И в сложном предложении перед союзом обязательно надо поставить запятую. Следующее предложение. Первый луч солнца выглянул из-за тучи и заиграл на макушке высокой сосны. Находим основу. Луч выглянул и заиграл. Одна основа. Значит, выглянул и заиграл. Это однородные члены предложения. В данном случае союз И соединяет два однородных члена предложения. Следующее предложение. Первый луч солнца выглянул из-за тучи, и макушка сосны заискрилась розовым светом. Смотрим основы. Луч выглянул. Одна основа. Макушка заискрилась. Вторая основа. Значит, если в предложении две и более основы, то мы считаем это предложение сложным. Это предложение сложное. И перед союзом И обязательно надо поставить запятую. А в конце предложения знак завершения. Точка. Простые предложения, ребята, связаны в сложном предложении. Или союзами, или разделены запятыми. Ребята, посмотрите схему синтаксического разбора сложного предложения. Параграф 47. Порядок синтаксического разбора сложного предложения. Сначала указываем вид предложения по целевысказыванию. Затем вид предложения по интонации. Восклицательные или невосклицательные. Потом простые предложения находим в составе сложного. Указываем их грамматические основы. Затем находим средства связи простых предложений в составе сложного. И объясняем знаки препинания. Ребята, предложение, например, солнышко садится, потухает день. Медленно ложится на дорогу тень. Это предложение с вами мы уже и разбирали. Но сейчас дадим характеристику этому предложению. Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное. Состоит из трех простых предложений. В первом предложении основа солнышко садится. Во втором предложении потухает день. А в третьем ложится тень. Эти предложения соединены между собой по интонации. Они разделены запятыми. И в конце предложения знак завершения, точка. Итак, ребята, какой вывод мы делаем? Делаем вывод, ребята, что при разборе простого предложения Сначала указываем вид предложения по цели высказывания Повествовательное, вопросительное или побудительное Затем указываем вид по интонации Восклицательное или невосклицательное Затем по наличию второстепенных членов предложения указываем Распространенное или нераспространенное Затем, если есть обращение, если есть однородные члены предложения Указываем, что осложнено однородными членами предложения Именно указываем, какими членами предложения они осложнены Подлежащими сказуемыми определениями, обстоятельствами или дополнениями Или обращением, если осложнено обращением Указываем, осложнено обращением В сложном предложении, ребята Указываем, как и в простом Вид предложения по цели высказывания Повествовательное, побудительное или вопросительное Потом указываем по интонации Восклицательное или невосклицательное И вот, находим простые предложения Указываем простые предложения В составе сложного Указываем их грамматические основы Находим основы Ведь по наличию основ мы определяем Простое или сложное предложение Затем указываем средства связи простых предложений В составе сложного И указываем, объясняем знаки препинания Ребята, надо. Упражнение 242. Надо разобрать эти предложения и указать, как связаны эти предложения между собой. Интонационно или при помощи запятых. Урок сегодня окончен. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...